12 тысяч выпускников девятых классов в этом году сдадут основной государственный экзамен. О том, какие изменения коснутся АГЭ и ЕГЭ, говорили на пресс-конференции в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии. Слушала Юлия Важенина. Новшество этого года для выпускников девятых классов – обязательное итоговое собеседование по русскому языку. Оно пройдет 13 февраля. Школьников проверят на владение навыками спонтанной речи. Чтение текста, вслух, его пересказ, монолог по теме и диалог с экзаменатором. Участникам нужно будет выполнить 4 задания. В собеседовании обязательные условия допуска к государственной итоговой стации. Также, как и в прошлом году, выпускники девятых классов дают у нас 4 экзамена, 2 обязательных русский математика и 2 предмета по выбору. Других, вот, новших изменений девятых классов у нас нет. Хочу обратиться к нашим родителям и сказать, что не надо бегать по репетиторам. Это школьная программа. Кардинальных изменений в экзаменах нет и для учеников 11 классов. ЕГЭ в этом году сдадут также по 14 общеобразовательным предметам и 2 обязательным. Новшество в ЕГЭ по математике. Выпускники этого года не смогут сдать и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше. Теперь им придется выбрать что-то одно. В этом году увеличилось количество иностранных языков, то есть теперь вместо 4 их 5. К английскому, французскому, немецкому и испанскому прибавился китайский. Мы хотим, обращаясь к родителям и самим выпускникам, говорить о том, что не надо бояться экзаменов. И если посмотреть по результатам экзаменов, мы говорим о том, что на территории Чувашской республики наши выпускники стабильно, хорошо, ежегодно сдадут экзамены. На пресс-конференцию пригласили и студентов первых курсов, чтобы они поделились своим мнением о сдаче экзаменов в прошлом году. ЕГЭ сдать без репетиторов вполне возможно, но не всем. То есть бывают слабоватые ученики, которые отвлекаются от учебы, и чтобы их направить на это, нужны репетиторы, я считаю. А так можно без них. Леша Георгиев – выпускник Чебоксарской школы. В прошлом году он поступил в Чигу на факультет информатики и вычислительной техники. По его словам, для успешной сдачи ЕГЭ достаточно знания основной программы и самостоятельной подготовки. Родители, наоборот, хотели, чтобы я занимался с репетиторами. Они считали, что я недостаточно готов. Но я знал, что я смогу получить достаточно баллов, что я знаю, что мне хватит на поступление и для себя тоже. Окончательное решение – воспользоваться услугами репетиторов или нет, принимает семья. Но если родители хотят почувствовать атмосферу ЕГЭ на себе, то у них есть шанс. В марте родители школьников могут попробовать сами сдать экзамен. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.